Евгений Валентинович, поделитесь своими первыми впечатлениями о прошедшем матче. Дело в том, что и мы, и Пайкл находимся на кардинально противоположных сторонах турнирной таблицы. Мы занимаем третье место снизу, Пайкл занимает третье место сверху. И нам, и Пайкл, нужно очки набирать в каждом матче, чтобы подальше от последнего места выходить. А Пайкл, конечно, надо выигрывать для того, чтобы не отпускать сокол. Поэтому эта игра была, настраивали игроков на игру, пытался как можно только нам говорить о том, что Пайкл играет такие же футболисты, не боги, это обыкновенные футболисты, что если Пайкл навязать игру и строго сыграть в обороне, строго сыграть, соблюдать компактность между задней линией и серединой поля, то никаких проблем не будет. И искать свой шанс убежать ворот. Ну, то ли перенастроил, то ли футболисты в первом тайме сами решили предков своих ворот и отбиваться. Но, к сожалению, в первом тайме игра у нас не получилась. В перерыве состоялся разговор, достаточно такой жесткий разговор. Да, я стараюсь не переходить в перерыве на повышенный тон, но здесь пришлось. И путем взамен все-таки игра немножко выровнялась, забили, но я считаю, очень хороший гол. И по второму тайму, по тому, как складывалась игра, конечно же, я считаю, что победу мы здесь упустили. Упустили, потому что не забить такой пенальти, провести хорошую контратаку и по большому счету числить пенальти, его не забить, это очень, очень, как бы для нас не очень хорошо. Команда Воронежа играла по хозяйству, но, опять же, любая команда играет так, как ей позволяет соперник. В первом тайме мы дали делать все что угодно, но, конечно же, были готовы, чтобы были во фланге передачи, с флангой навесы, по большому счету ничего они особо серьезного не таили, за исключением одного момента, когда наш игрок спустила игрока ваша, вверх, вверх, игрника, он зайдет на него. По большому счету в каких-то супер опасных моментах у командницы 2-го, в территории его отдела вопросов нет, но, еще раз повторяю, мы дали ей так сыграть. Сказать, доволен очком или доволен, после не забитого пенальти, скорее всего, не доволен. После того, как мы проигрывали 1-0, доволен. То есть, однозначно сказать я не могу. сорти вышел лимитчик другое место в океан я даже не знаю как вам ответить на этот вопрос внезапно внезапно с океана заболела спина внезапно будем разбираться с этим внезапно людей забывает просто просто то что есть что есть и лимитчик который выходит играет сожалению тоже наш лимитчик не сыграл так как как следует второй вышив на замену тоже то есть пока ребята и вот я в океан до стартового состава именно по игровым качествам пока ни один лимитчик не дотягивает это просто искусственное введение игрока лимитного возраста к сожалению нам на пользу не идет конечно же у Файкала совсем другой другая возможность брать футболистами с дублей там еще раз было так у нас этой возможности нет то что есть с тем мы играли пытаемся играть но сегодняшний день скорее всего пытались играть но все равно благодарен ребятам за то что старались как можно дольше старались соблюдать игровую дисциплину в обороне и первый тайм отбивались отбивались к сожалению не отбились в результате положительно сыграли в принципе неплохо болельщикам и всем журналистам желаю удачи желаю больше ваша команда вас радовала но всем остальным что я вообще не могу ничего себе сделать Владимир Васильевич как обычно первые впечатления ваши от матча впечатления такие что пока трава позволяла в первом тайме мы играли правильный футбол забили мяч и не забили там может еще два если бы поэффективнее действовать правильно там летаем в общем все это превратилось в месиво и играть в комбинационный футбол было невозможно в принципе замена были на то чтобы удлинить игру подпускали шпаков комисов но нелепый гол конечно странно почему-то в наши ворота такие залетают оттуда никак поэтому конечно огорчение большое сложно что-то дальше комментировать то что отрыв на самом деле уже большой пожалуйста вопрос со стороны кажется что факел физики хватает до 60 минуты где-то в среднем потом команда вот как-то проседает это не в первом матче связано ли это с лазаретом направленном или это просто иллюзия так и астребута кажется вот именно в физике мы очень многим вступаем вам не кажется на самом деле так потому что больные возвращаются не успевают набрать нужную форму потому что уже в новую порцию сегодня как вы знаете не принимал участие ни мячков ни что привели на и вякин и значит альберта центральный полузащитники но еще раз повторю первым тайминг когда позволял утра вам ли футбол и был именно такой какой нужен что во втором тайме это физика безусловно этот нелепый голдинг повлиял на ноги психологически чисто потому что люди хотели на самом деле уже эти ничего в общем-то не потеряно было настраиваться к спартаковне тем более последний матч дома в этом году все были настроены но как меченый как будто получилось там один из двух ударов два ворот один гол Без персоналиев нет ли у вас ощущение что в селекции были допущены очевидные промахи пробовать его на будущее ошибки безусловно были но вы вспомните мы селекцию провели за месяц но это да конечно ошибки были и ошибки не в том плане что ребята плохие может они в любой другой команде играли по стилю чуть не попадают и за такой короткий срок естественно набрать всю команду и чтоб все попасть сложно именно проблемы начались после того когда мы шесть к ряду выиграли начали выпадать ведущей игроки они начали выпадать пачка по три по четыре причем те люди на которых общий доступ к вам другие ну они как бы подносчики снарядов они престижные а каркас у нас травмировался и мечков и антипинка и кто тут не травмировался в эпизоде с пропущенным мячом с трибуны показалось что мяч там на пол метра мимо летел вы после окончания матча в раздевалку вы команду благодарили и матери нет ни то ни другое я вообще в горячке не люблю что-то говорить я просто дал завтра всем день отдых рассмыслить все потом уже будем говорить будет подробный разбор проезжать что надо подробно почему такие вот вещи допускается но отчасти я понимаю почему сказали что на самом деле команда физически несбалансированная понятно это объективная вещь не тренерские ошибки вот и плюс условия газон такой что пока позволял правильно играли все что надо слева другой вопрос там антипинка 7 на два тайма не готов был он исполнил больше наверно там еще подробнее получаю получилось так как получилось последний вот опять такой взгляд со стороны может быть было смысл я понимаю что селекция она была набегу на скаку но тем не менее условно говоря вместо там нескольких звезд пресыщенных на оклады сумму которых страшно звучит который все мы знаем взять ребят как каких-то может быть человек пять-шесть под вот выраст который который может было пять-шесть раз меньше платить который мы зубами землю грызли потому что не сказать что в общем то все вот ее пытаются грызть из этого состава где схожу из того когда мы прошли серию понимаете и в тот момент вот сказать что кто-то там все лонил они все пахали просто некому было претензий предъявить вопрос когда начали выпадать и мы посчитайте мы очки все потеряли сауцайдера все очки сауцайдера я не могу никого обвинить что кто-то не хочет дело видимо в том насколько позволяет их не состоит не думаю что уже кто-то бросил лопату много говорили на на эту тему что шесть очков это не так и он ликвидируется и сигарет желанием все него оставить так сказать сыграть удачном матче с партаком дальше как решит руководство работать нам дальше или нет поэтому и прекрасно все понимаем сожалению получилось не так вы сказали в последнюю фразу какая решит руководство уже в этом направлении уже какое-то недовольство есть руководство естественно естественно отрыв большой руководители недовольны дали мне понять что это нас не устроили это ваше право а если устроить все как говорится еще один тур мы понимаем что спартаке нам будет очень тяжело ну сокол то едет в липецк и мы знаем на каком подъеме час эта команда и эти очки они могут превратиться еще и приемлемую цифру а вот наступит зима и тренер муханов вот проявит инициативу расстаться то есть разорвать контракт с игроком безусловно те кто не подходит по стилю конечно об этом разговор будет если я буду продолжать дальше работать